Здравствуйте! Мы с вами продолжаем беседовать о программировании на различных языках, различного уровня, и сегодня очень интересная, захватывающая тема — это стеки и очереди. Чем она интересна и насколько пригодятся ваши предыдущие знания материалов программирования, вы сегодня увидите на конкретных реальных задачах. Что вы конкретно узнаете? Это понятие об абстрактных структурах данных, особенности организации стеков и очередей и моделирования через C-Sharp. Хотя здесь не имеет особого значения, на каком языке, лишь бы понять принцип, для чего они используются в очереди и стеки, и в каких задачах конкретно, чтобы легко это можно было видеть, выгоднее тот или иной способ подхода к данным выбирать. И научитесь применять алгоритмы стеков и очередей при решении задач, которые я вам сегодня предложу. Ну и, кстати, домашнее задание будет посвящено тому, чтобы вы тоже организовали поиск в сети интернет тех задач, которые, скорее всего, будут решаться через очереди, может быть, приоритеты, может быть, нет, и стеки. Эти задачи просто блестящие, которые для вот этого направления выбраны, и, скорее всего, для советов для учителей. И дети, которые, может быть, интереса не показывают своего к программированию, на этих задачах можно как раз их привлечь внимание к этой области деятельности. Ну, команды я дам по C-Sharp для объявления очередей и стеков, некоторые методы, свойства, которые необходимо будет использовать при решении этих задач, именно в C-Sharp. Ну и преимущество этого языка программирования, потому что, в принципе, распространяется сейчас бесплатно в Visual Studio, и легко можно будет из одного языка в другой переходить в этой же системе. Поэтому именно выбран из XC, ну и, в частности, C-Sharp. Для того, чтобы начать как-то урок с ребятишками, можно вспомнить типы данных, которые они вообще знают. Ну и также просто спрашивать их о том, назовите типы данных, это не очень весело. Вот можно предложить, например, животное какое-то описать. И как раз при описании каких-то свойств этого животного можно упомянуть некоторые типы данных, которые они уже изучили. Ну это числовые данные, логические, строковые данные, символьные, возможно. Давайте посмотрим здесь, на вот этом рисунке, что из себя представляет описание этого кота. Ну, допустим, название его, cat, если дети назовут, то вы должны будете обсудить, на сколько типу данных принадлежит это название. Либо просто код, либо его кличка, возможно, обсудить. То есть цвет, опять же, можно здесь упомянуть либо словами названия цвета. Кто-то, если имел предыдущий опыт программирования, не знает, что цвет хранится в виде чисел. Можно обсудить, что это и числовой тип данных может быть. Но здесь на картинке он в кавычки взят. Поэтому, скорее всего, нужно говорить о данном примере, что это текстовый вариант записи. Высота у кота есть, и хай у нас 50. Длина кота тоже можно будет обсудить. Но здесь нужно будет рассуждать о том, что есть числа вещественного типа и целочисленные. Ну, посмотрим, количество ног 4. В данном случае у нас дано уже число, то есть этому свойству значение уже присвоено. Попутно прошу вас очень грамотно с ребятишками общаться, чтобы они уже могли назвать, отличить свойства, методы, значения, присваивания и вот такие понятия. Так вот, здесь, конечно, лучше бы, конечно, было предложить число хай высота не 50, а 50, например, целых 5 десяток. Но, с другой стороны, было бы как раз намеком это число, что здесь вещественный тип данных. И вот о том, что вес, высота, ширина, длина и так далее, вещественные типы данных, нужно уже детям это усвоить. И причем гораздо раньше возраста. А вот количество, например, голов, количество ног, оно должно быть целочисленным. И здесь интересно еще тип данных, можно вспомнить true or false, как логический тип данных. Вот наличие хвоста, в данном случае значение true. И у нас оно без кавычек предложено, значит, этот тип хранится каким-то особым образом в не виде символов. Дальше это нужно объявить, что в данном случае мы говорили о простых типах данных, но их структурировано можно перейти через текстовый тип данных. Вот, например, cat, он состоит из символов. К каждому символу можно приобретаться. И отсюда можно сказать о том, что другие варианты есть хранения информации, где очень много данных хранится под одним именем, и к каждому из элементов можно обратиться. Возможно, уже до этого дети уже прошли и записи, и массивы, и списки, смотря на какого уровня учащиеся. И даже можно в одном классе увидеть детей, которые уже владеют той или иной информацией из программирования. Можно их разделить на группы, где, может быть, лидер будет тот, который знает эти материалы, и может другим пояснить что-то. Или наоборот разделить так детей, что одна группа будет заниматься тем, что будет знакомиться как с новым материалом, и вы им будете помогать. Другая группа, продвинутые, может быть, где-то дальше могут распределить, что можно отнести к записям, к массивам, спискам. И вот следующее изображение у нас, списки и очереди, можно через сценки организовать. Ну, допустим, каждую чаще всего получают карточку с номером, и когда они будут подходить к столу, эти номера можно собирать, у них, ну, каждый, конечно, запоминает, насколько, какое число, и каким по очереди он подошел. И складывать стопкой друг на друга эти номера. Но до этого, конечно, объявите. Например, как в Сони, мы решили с вами организовать систему сдачи материала в виде заранее известного номера, и по номеру можно будет вас вызывать, чтобы вы могли по времени, не затрачивая лишнее, и по справедливости отвечать. Ну, а складывали вы при этом стопкой. И когда вы стали вызывать следующего ученика, вы вызвали как раз того, который последний сдал, потом предпоследний. Те, которые были первыми при сдаче, они должны, конечно, возмутиться, почему так, что вы неправильно сложили стопки. Вот отсюда можно начать разговор о том, что стеки и очереди как раз-таки по-разному организуются. В стеках у нас кто первый пришел, последний выходит, а в очередях первый пришел, первый ушел. В каких задачах это будет использоваться, мы сейчас с вами будем потихонечку просматривать. Ну, например, задача на использование стеков. Взгляните и прочитайте, пожалуйста, что у нас на экране предложено. Так, ну, конечно, здесь, в данном случае, можно оформить эту задачу через практику. Можно предложить детям выражение одно и другое для того, чтобы ввести в курс дела детей и не подписывать, верно это выражение или неверно. Просто они должны сами обсудить, что первое выражение относится к категории верных, а второе неверное и почему. А теперь вопрос, почему именно через стеки выгодно решать эту задачу? Каким образом ее организовать, эту задачу, решение алгоритм? Для тех, кто продвинутые учащиеся, они могут, может быть, сразу предложить свое решение. Скорее всего, даже если они озвучат, не сразу учащиеся, для которых это новая тема, вникнут в этот смысл задачи. Поэтому давайте пройдем дальше. И к этой задаче мы в этом блоке разговора о стеках вернемся. Так вот, представление стека. Конечно, картинку лучше всего предложить, чтобы легче было. Это и стопка книг, и почему она в виде стека организована, почему это не очередь детям уместно задать вопрос. Потому что брать книжку снизу очень удобно, все остальные стопки развалятся. Скорее всего, дети такой ответ и дадут. Пирамида, например, по такому же принципу. Пока верхние диски мы не уберем, мы до нижнего не доберемся. И отсюда у нас и организация данных. То, что мы положили последним, первым можно взять. Что значит программирование организованные операторы, работы со стеками? Вот как раз там нет лишних вариантов поиска данных в массиве или в списке, смотря как организован, через какие структуры организован стек. Нет необходимости разыскивать элемент, какой он последний, какой первый. Достаточно использовать операторы, которые возьмут именно последний элемент, который вложен в стеки, элемент, который может быть взят оттуда и удален тут же одновременно, или просто скопирован, или количество в стеке элементов посчитать. А еще очень интересно бы посмотреть, есть ли вообще этот элемент в стеке. И вот из таких соображений программисты выбрали себе несколько операторов, которые будем использовать в своих программах. И вот два основных метода. Это push и pop. На изображении очень легко детям сфотографировать зрительно эту картинку. И push означает, что вы добавляете к стеку элемент. Естественно, он добавится как к последним элементам. И pop взять из массива элемент. Но массив, опять же говорю, это не совсем корректно, потому что можно организовать через массивы, а можно через списки организовывать. Ну, в школе, конечно, лучше всего пока ограничиться тем, что они будут через массивы. Так как у нас есть раздел, очень такой продолжительный, из года в год использующийся. Это работа с массивами. Но списки для тех, кто программирован серьезно занимается, очень полезная тема. И они могут через списки продолжать решать эти задачи. И вот посмотрим, насколько интересны моменты и как они используются в очень примитивных фрагментах программ. Допустим, как объявляется стэк. В данном случае уместно детей спросить, где здесь название стэка. И желательно, конечно, обратить их внимание на некоторые другие элементы этой программы, если они вдруг забыли. И не все дети сразу вникнут в процесс определения элементов, того, что написано в программе. Тэк с маленькой строчки, с маленькой буквы. Поэтому обязательно дальше напомните детям, что в C-Sharp имеет значение регистр символа. В дальнейшем вы будете использовать с маленького символа текст как стэк. И вот вы его объявляете с помощью оператора new, экземпляр класса из класса стэк, и как стринг. То есть в нем будет в этом стэке храниться текст именно. И вот добавляем, где у нас комментарии присутствуют ниже, в текст с помощью метода push слово div в скобках угловых. Тогда вопрос сразу можно детям задать. Почему push мы называем методом, даже хотя бы зрительно, потому что мы его рассматриваем, и он написан после точки, после текст, и в скобках у него аргумент. Это основные признаки, которые могут подсказать, что это метод. Более того, если с языка переводить в филологическое, то мы посмотрим, что push это глагол. А глаголы у нас являются методами. Свойства, как правило, существительные, поэтому в данном случае легко дети идентифицируют, что такое у нас свойство, что такое у нас метод. Но об этом все время нужно повторять, так как дети, которые имеют ограниченный доступ к программированию, могут это забывать периодически. Так, и первым push мы положили div. Он, естественно, будет самым нижним элементом у нас в стеке. Вторым шагом мы в push положили p в угловых скобках. Теперь у нас p будет верхней макушкой, так называемый. И теперь еще один метод, который pop у нас будет использоваться. Мы удаляем. Но заметьте, у pop нет аргументов. Для этого нет необходимости указывать какой-либо номер, потому что мы знаем, что уже организовано так, что будет удаляться только последний элемент. Поэтому логично, что аргументов у метода pop и нет. И когда мы вводим на экран, ну заметьте, у нас консольное приложение. Кстати, про это тоже можно у детей спросить. Какое предложено программирование здесь в консольном приложении или в графическом режиме. Графические формы мы возможно использовать. Тогда вы немножко поменяйте программу. Можете даже на группы разделить и в двух вариантах предложите. Программы для консольного и GUI режима. Ну и пускай дети как раз охарактеризуют. И характеристики, опять же, можно здесь проверить, насколько они, навыки используют моделирование того или иного процесса в связи с интерфейсом программы. Ну так вот, здесь можно повторить еще на классе консоль еще некоторые методы. Это write-line метод и read-key. Write-line, смотрите, у нас достаточно переменную тег вывести. Откуда переменная тег возникла, вы можете опять же обговорить с детьми. И какого типа это переменная, тоже можно обговорить. Следующий фрагмент. У нас в стек, опять вы можете повторить, что описание стека идет через создание экземпляра класса стек, но вот как раз в угловых скобках уже слово int присутствует. Какой тип данных это, дети должны сами назвать. И почему push в скобочках единица без кавычек, как в предыдущем варианте, опять же, можно об этом поговорить. И можно ли вообще написать, например, 1.2 в скобках у push и другие вопросы, которые, опять же, затронут массу других тем, которые до этого проходили по ходу разговора. Так, и что у нас здесь? По очереди у нас идет, мы положили единицу, потом двойку и тройку. В данный момент, что на макушке находится? Ну и дети легко ответят, что это 3. Так, перебор у нас осуществляется на данном случае всех элементов. Вообще, зачем этот пример? Скорее всего, не только для того, чтобы показать, что у нас и текст может храниться в стеке, и число. И что можно через массивы легко организовать перебор. Это очень такой примитивный вариант использования Forage оператора. И мы на консоль выводим элементы стека. И переменную i тоже можете упомянуть, с какой целью она здесь используется. И что нужно будет использовать read key, и чтобы затормозить экран в консольном режиме, можно опять же об этом напомнить. И что read key, это опять же метод, можно у детей спросить. Следующий у нас метод pick. Мы создаем опять же массив элементов стековый через класс стек. кладем 1, 2, 3 и получаем последний добавленный элемент с помощью pick. А теперь оператор if мы повторяем. Переменная top элемент, если она равна 3, то stack.pop. О чем это говорит? Ну давайте расшифруем сначала весь оператор if. Во-первых, двойное равно. Чем отличается от просто равно? Дети должны опять же это уже знать, потому что в данном случае проверяется знание детей, которые уже до этого имели опыт программирования. И логическое сравнение данных и присваивание должны четко отличать. Допустим, в топ элемент мы кладем значение из стека методом pick. Если еще и дети это могут проговорить, как я сейчас сказала, это очень хорошо оценивается. И просите ребятишек обязательно произносить строчки, как они могут звучать на грамотном академическом языке. И следующая строчка, опять же, можно проговорить, если топ элемент равен 3, можно опять же попросить, чтобы они упомянули, что с помощью оператора сравнения равно мы сравниваем переменную топ элемент и 3, тогда выполняется стек точка поп. Опять же, хотелось бы услышать, чтобы дети проговорили. Тогда выполняется метод поп экземпляра класса стек через стек с этим названием. Конечно, можем поменять здесь название стек, чтобы легче было произносить это выражение. Удаление элементов из стека. Можно по очереди каждый элемент отдельно удалять, как здесь предложено. Можно конкретно весь стек удалить, поэтому вы попросите ребятишек по одному элементу или весь организовать с помощью цикла. Заодно это будет повторение, насколько они усвоили или повторили и помнят использование операторов цикла и оператора if. Для того, чтобы пояснить, как работает данный фрагмент, опять повторюсь, что создается экземпляр класса, это пустой стек, можно его так называть. И если у нас стек в каунт больше нуля, тогда мы продолжаем выполнять. Когда, где вызывается, я думаю, вы догадались, что здесь не хватает цикла. Но детям опять же давать весь вариант решения задачи верный. Нет возможности тогда у детей подумать и что-то свое предложить. Поэтому всегда что-то можно оставить прочее, к примеру, чтобы намекнуть. В моем случае я не даю описания переменных и они должны будут сами находить эти места, где необходимо ввести переменную, если, допустим, код предложен, а что-то отсутствует. И эти ошибки, они знают уже, что есть в раздаточном материале наличие каких-то недостатков. И мы вместе можем обсуждать в группах и дописываем. Но так, чтобы они домой ушли с полным знанием того, что из себя представляет полный код доработанный. Теперь наличие элементов стэки. Для этого что мы используем? Переменую результат. В этом случае, ну опять мы заполнили стэк, об этом мы уже говорить не будем. И с помощью контейнтс мы проверяем, есть ли значение net в стэке. контейнтс, опять, что это такое? Опять дети должны сказать, что это у нас метод. Хотя вот дальше, в следующем этапе мы будем видеть и свойства некоторых элементов, и мы об этом тоже будем говорить. Так вот, если result, ну скорее всего вы говорили о том, что можно в свойствах, вернее, выражение uif в условии записывать, если это логическое выражение, без сравнивания со значением true. Достаточно его просто написать. Вот в данном случае result можно либо так оставить, либо result равно равно true написать. это одинаково по выполнению работы. И, следовательно, дальше у нас выполняется вывод на экран строки стэк содержит net. Ну и можно предложить детям, чтобы они продолжили эту программку, маленький фрагмент, чтобы выводилось обратное высказание, что в стэке нет этого элемента. Ну а теперь решение задачи на скобки. Я думаю, что вот, когда вы обговорили что-то, дети поработали в C-Sharp уже с этими вставкой в стэк элементов, удаление, поиск элементов стэки, то можно будет уже перейти и к программированию конкретной реальной задачи. Ну, допустим, имеется калькулятор, в котором учащийся, ну и любой другой пользователь может вводить и скобки, и выражения. В данном случае у нас калькулятор проверяет наличие правильно введенных скобок. Что это значит? Они уже обговорили это, поэтому легко уже можно разговор дальше продолжать. Как только в выражении встречается открывающая скобка, мы ее кладем в стэк различного типа, мы вполне можем их пропустить. Пятерка нас, в общем-то, сейчас пока не интересует, потому что мы используем только проверку скобок. Минус мы тоже пропускаем. То есть в данном случае нам нужно будет вспомнить операторы, которые могут извлечь из строки один символ, ну и сравнить этот символ с тем, которые ожидаемо являются. Эта задача, в принципе, у меня предложена на последних слайдах. И с детьми можно будет потом распечатанный вариант уже обговорить. Лучше всего, конечно, предложить им самим сначала поработать. Вот эту последовательность шагов обсудить и некоторые строки выписать либо на доске, либо уже в программокоде их показать, как они выглядят. Но это несложная задача сравнить вырезанный из строчки один символ и в сравнении с ожидаемым. Так вот, если это символ, фигурная скобка, круглая скобка, квадратная скобка, открывающаяся, то мы их кладем в стек. Я думаю, вы догадались теперь. Если мы находим дальше при переборе каждого символа в этой строчке следующую скобку, и она закрывающаяся, то она должна быть именно для той скобки, которая последняя. Поэтому если это так, то мы ее спокойно из стека удаляем. До каких пор? Я думаю, что дети ваши уже умеют организовывать цикл, и они уже обговорили, хотя бы подумали о том, при каком условии вообще нужно эту программу останавливать. Здесь выходов из цикла бывает несколько. И, как правило, запомнить можно детям как панацею, что два выхода бывает из цикла. Это когда эксленный выход и выход, когда уже весь этап пройден и уже дальше нет смысла что-либо проверять. В данном случае мы остановим цикл, когда мы дошли до последнего символа в строчке. Или тогда, когда мы уже встретили скобку, которая не соответствует последнему элементу в стеке. Поэтому тоже можем прекратить, чтобы сэкономить наше время, время выполнения программы и так называемое annotation, чтобы руководствоваться сложностью алгоритма. И чтобы экономить время в дальнейшем, дети понимали, что это очень важно для решения программ. Ну, я думаю, программисты ваши, которые участвуют в олимпиадах, они хорошо ориентируются, какой вариант программы является рациональный. Естественно, холостые шаги считается нерационально делать. Так вот, хотелось бы, чтобы еще программа могла вывести о том сообщение, стек весь наполнен или наоборот он уже пустой, что найдена скобка несоответствующая. Это уже с помощью операторов IF можно организовать. В принципе, несложно. И вот посмотрите на нашем примере. Допустим, открывающуюся скобку мы встречаем, мы ее кладем. Давайте второй вариант, где неверное выражение просмотрим. То есть, самое дно нашего стека это будет фигурная скобка. Второй элемент в стеке это круглая скобка. Макушка стека у нас квадратная скобка. Следующим элементом, который относится к скобкам, мы находим закрывающуюся круглую скобку. Круглая сравнивается с последним элементом в стеке это квадратная у нас была открытая и они не соответствуют друг другу. Все это можно прописать у нас в выражении логическом. Поэтому в данном случае продолжать цикл нет смысла и мы можем выйти. Тогда вопрос можно с учащимся обсудить выгодно, какой оператор использовать for или while или на каком языке мы программируем. И они должны сказать, естественно, ответ сделать вслух в свое предположение, что этот цикл с неизвестным числом повторений, потому что возможно на первом же шаге мы уже встретим неверное выражение. Ну а дальше у нас очереди. Так вот, можно вернуться к той сценке, когда вы несправедливо с учащимися поступили в начале урока, когда собирали их номера, а вызывали последовательность по принципу стеков. Конечно, можно еще спросить последовательно на этом шаге, где сейчас используется программирование этих очередей. Может даже приоритетную очередь упомянуть, если дети высокого уровня и могут это хорошо предположить. Ну вот, например, очередь в Сони, очередь на вокзале, когда мы можем получить свой номер и ждать, пока высветится табло. И если несколько окошек, то может быть какие-то приоритеты там появляются в какое-то окошко при каким-то причинам. Допустим, если это инвалид, то может быть у него свои есть на табло пункты, которые он выбирал, и он является приоритетным. Может быть очередь даже раньше придет и номер его особым образом высветится. Так вот, с приоритетами и без приоритетов вот как раз можно обсудить социальные какие-то вопросы. В данном случае инвалиды, там, мамы с детьми, пожилые люди. И вот задача на очереди. хотелось бы, чтобы дети немножко отдохнули, поэтому можно опять же сценку разыграть на уроке, какие-то подарочки им вручить, ребятишкам, и пусть они друг к другу ходят. А задача будет следующим образом звучать, что в принципе подарков количество ограничено, и если они решили к другому человечку сходить, то они могут взять подарок, который у них уже есть. Но это может оказаться, подарен уже кем-то. Ну и если попадется, что этот подарок, тот, который подарил, получит обратно, он немножко расстроится. И вот к этому как раз сводится вся задача на очереди в данном варианте. То есть дан список, сколько у нас одноклассников любят ходить в гости. И в этом списке у нас первый элемент массива двумерного, это кто пошел в гости, а второй столбец, это кому пошел в гости по номерам. Ну и допустим, бывает такой вариант, что трое одноклассников, и как раз будут у нас варианты в следующем списке. Это один пробил три, означает, что первый пошел к третьему в гости. И если у него имеется в наличии подарок, в свой дом, который лежит, он его спокойно берет и идет. Если у него подарка нет, то ему приходится приобретать. Как же эту задачу решить? Так, чтобы можно было выводить на экран при каждом походе в гости довольно-недоволен гость. То есть Е снова нужно будет выдавать на экран. Это опять же нам поможет очереди и специальные методы, которые организованы для того, чтобы упростить эту деятельность при использовании в языке программирования вот этого класса. Ну вот этот класс называется Q. у него характеристики свои собственные есть. Ну, в данном случае у нас у очереди есть голова, есть спина, есть куда вошел и куда выходит элемент. Естественно, выходит тот, который первый вошел и заходит туда, где последний элемент. И звучит даже так у нас first element in is first out. То есть первый элемент вошел, первый элемент и вышел. Но я думаю, про стеки можно по-другому немножко выразиться. Первый зашел, последний вышел. Или можно перефразировать последний вошел, первый вышел. И отсюда аббревиатура, которую вы сейчас видите, FIFO, она звучит именно после такой расшифровки и очень понятно. Ну, теперь посмотрим, какие здесь у нас и свойства метода используются. Ну, о том, что у нас есть специальные библиотеки для того, чтобы эти классы использовать и как стеки, и как Q, то здесь можно упомянуть, что это collection класс в system находится. И очень простые inqueue помещает элемент, в конец очереди dequeue достает из очереди первый элемент, contents проверяет, имеется ли у нас этот элемент в массиве count. Обратите внимание, count без скобок круглых. Это свойство у нас. Мы как раз об этом можем уже с детьми опять напомнить, что после count прямо требуется знак равно и что-то там присвоить нужно будет. Остальные глаголы просто это не требуется, в скобках указываются аргументы. Ну и pick нам уже известный метод, который возвращает первый элемент в очереди и не удаляет его, кстати говоря. Очень полезное действие. Так, и на картинке сразу видно, как она у нас выглядит, что первый зашел, прокатился и вышел. Ну, на этом моменте можно даже с ребятишками сыграть уже в очередь. Ну и заодно карточки можно окрасить разным цветом, чтобы можно было сказать, что какие-то из них приоритетные являются. Вот кто будет с карточкой красного цвета, допустим, это мама с ребенком, желтого цвета, это допустим инвалид, все остальные белого цвета. И как будет организовываться очередь. То есть, если у нас подходит к столу тот, который без приоритетного очереди, он переходит на один шаг назад, а тот, который после него продвигается, если он снова белого цвета, опять шаг назад и продвигается тот, который у нас за ним. И те, которые будут встречены, допустим, красного цвета, они пропускаются и таким образом продолжаются до конца очереди. Можно видео найти достаточно много в интернете, если задать организацию очереди с приоритетами. И тогда можно уже в виде сценок на экране, но лучше всего, конечно, со самими ребятишками поиграть. Так, ну что у нас в программе здесь предложено на экране? Организуется, опять же, экземпляр класса Q. В этом у нас имя в примере Q, который будет означать значение экземпляра класса Q, и там будет у нас три элемента. Сколько, заметьте, мы можем указать количество элементов, помещаемых в очередь. И InQ кладет в очередь тройку, затем четверку, потом пятерку. Как вы думаете, какой элемент будет у нас первый для обработки, если к нему обратиться? Этот вопрос вы должны адресовать учащимся. Естественно, не должны сказать, что это тройка, хотя в стеке это была бы пятерка. Так вот, в нашем случае опять же консольное приложение и в очереди содержится столько-то элементов. И вот здесь мы можем сказать про аккаунт, который является свойством класса Q. программирование. плюсы у нас присутствуют здесь. Опять же повторить, что можно склеивать у нас выражение с помощью плюса. И тут же они могут проверить, как это работает на компьютере, чтобы визуально легко было им ориентироваться. Для тех, кто слабыми навыками программирования обладает, конечно, встречится с какими-то опять не то написал, на это не обратил внимания, может понимание больше и придет. А для тех, кто уже хорошо в этих ориентируется программах, им, конечно, уже желательно эту задачу решать, которую про подарки с одноклассниками. А для тех дифференцированно работают с учащимися, которые программирование осваивают с трудом, но все-таки это способно довольно простое использование очередей стеков, объяснить учащимся, какие кооператоры, что они делают и может быть применят когда-нибудь в своем опыте. Так вот, дальше у нас используется пик метод и этот метод у нас выдаст последний элемент, последний, на котором стоит указатель. А указатель у нас находится на начале. Кстати говоря, про указатели также можно упомянуть, что у нас для таких организаций данных, как очереди и стеки, указатель сам автоматически передвигается как запрограммировано. В данном случае пик нам выдаст тот элемент, на котором указатель. Указатель в очередях стоит на первом элементе, а указатель в стеках стоит на последнем элементе. Ну и последняя строчка. Здесь элементарное выражение математическое можно будет организовать. и оператор int в скобках говорит о том, что вы можете преобразовать в любой элемент в целочисленный вариант. В данном случае это требуется для того, чтобы можно было вычислить. Потому что не всегда у нас есть возможность выводить и подсчитывать напрямую взятый элемент из очередей листеков. Ну и теперь поход в гости давайте мы обсудим. Вот наши входные данные. Для того, чтобы можно было организовывать считывание данных, дети, конечно, должны уже владеть некоторыми навыками открытия файла, считывания из файла. Но это у нас элементы в файле входном 3.7 означают 3 это сколько у нас друзей друг другу в гости ходит. А через пробел семерка означает сколько строчек внизу, то есть сколько походов в гости было осуществлено. Это естественно надо понимать, что очень простой вариант предложен этих походов. Бывают числа и гораздо больше, не 3, например, одноклассника, а 3 тысячи. И не 7 походов, а 7 миллионов. Поэтому нужно будет, конечно, тем детям, которые продвинуты, давать побольше, посложнее задачи входные тесты, чтобы они могли проверить. Так вот, считывать данные. Можно, конечно, организовать для одних учащихся вручную ввод данных, и учащиеся могут по ходу дела изучать, как это можно организовать через файлы, потому что потребность появится организовать какой-то дополнительный документ, из которого автоматически все это считается, чтобы потребность у них появилась изучать файлы, входные и выходные. для тех, кто знаком, можно организовать и считывание прямо на этом же уроке. Это тоже иногда бывает очень сложно, потому что дети забывают перевод, например, на следующую строчку в цикле, где у нас организуется в одной строке считывание или на другую переход. Ну, давайте теперь рассмотрим одну ситуацию. Вот наш случай, как раз, когда у нас три человека в походе и первый пошел ко второму. Для этого организовываем у нас три очереди, где у нас первый, второй и третий одноклассник. Вот заголовки мы этим очередям дадим. И вот, например, первый пошел ко второму, то есть первый дарит подарок свой и там кладем у второго подарок с номером один. Вот мы сейчас вот этот момент записали, занесли в нашу очередь. Так, очередь, следующее заполнение это один пошел к третьему в гости. То есть у третьего подарок с номером один. То есть пришлось первому покупать подарки. Так, третий пошел ко второму в гости. И получилось, что у второго появился подарок. Скажите, пожалуйста, третьему есть нужда покупать. Нет, у него есть уже подарок от первого. И он свой подарок здесь удаляет в очереди и сюда мы вкладываем. Третий снова пошел в гости, но уже к первому. И у него пустая очередь. Ему приходится класть в первый свой купленный подарок с номером три. Дальше второй рванул в гости и с подарком к первому. И что у него есть? А мы смотрим, что это очередь. И какой мы элемент возьмем? Мы берем первый элемент. Мы его удаляем второй и кладем первому в гости, когда мы пошли, его же подарок. И теперь смотрите, пожалуйста, правильно мы действуем. Вот когда первый пошел ко второму, проблем не было. Для него это действительно новенький подарок. нет проблем. Первый к третьему пошел, опять же пришлось ему купить подарок. Нет проблем, веселый. Три ко второму пошел, нет проблем, потому что он подарил второму подарок первого, а второй об этом не знал. Третий пошел к первому, опять же, пока еще и не было у него подарок, он купил. И вот на этом шаге, посмотрите, у нас ответ есть, давайте проверим. Второй взял подарок первого и к первому уже явился. и подарил его же подарок, поэтому он явно недоволен. Здесь ответ, да, у него плохое настроение. Следующий шаг, второй снова пошел в гости. Как вы думаете, что он сделал? Опять же, тут подарок, который первым ему подарил. И сюда добавляется у нас элемент первый. Опять же, он остался недоволен. И теперь второй пошел в гости к первому, но у него уже подарок, смотрите, не осталось. Ему пришлось купить свой подарок, и в эту очередь дописывается двойка. Но может быть, конечно, очередь дальше продолжается, поэтому здесь у нас возможно элементы у нас и сократятся. Вот это можно продемонстрировать прямо непосредственно на сценке, можно точно так же написать на доске, чтобы дети предлагали, что куда. Можно даже эти подарочки маленькие какие-то принести, чтобы они у них хранились, их номера можно стикерами обозначить, и тогда уже совсем будет все понятно ребятишкам, только другой разговор, как это запрограммировать, тогда нужно будет уже другие навыки отрабатывать, чтобы в программе можно было решить. Но в данном случае базовые навыки это чтобы можно было хотя бы алгоритмически разобрать, как используются стаки очереди. Это важные навыки для развития мышления вычислительного. Ну и те дети, которые вычислительное мышление развивали еще раньше, им легко это будет воспринимать, для которых это трудно, значит у них с этим были когда-то проблемы, и вовремя не стали об этом ни родители, ни учителя с ними разговаривать, но теперь нужно будет каким-то образом все это нагонять. Следующий у нас вариант для решения скобок пристально у нас на слайде и потом можно будет с учащимися ее подробно разобрать. В качестве домашнего задания, чтобы дети не забыли эту тему, так как она довольно интересная, в интернете очень много задач, даже уже с разборами предложены, и может быть дети даже не поймут этот разбор, потому что на академическом языке чаще предложен, и они могут с собой принести эту задачу, и вы подробно вместе с группой заинтересованных учащихся, или публичность, у вас есть возможность на других уроках это повторить, разобрать задачи, предложенные учащимися, конечно, это гораздо интереснее, когда они просят вас что-то объяснять. Точно так же можно было в начале урока, чтобы у них потребность появилась, попросить разъяснить, как это организовать, и чтобы это компьютер мог отслеживать, допустим, какую-то задачу. Так вот, домашнее задание. Реализовать задачу на определение корректности использования скобок, она хотя здесь предложена, но это только для учителей. Вы сами можете распоряжаться как угодно, и, конечно, это может быть для вас не очень самый рациональный алгоритм, вы можете его изменить. Так, дальше вопрос, какие задачи необходимо решать через очереди? Слово, смотрите, необходимо, поэтому, когда они будут смотреть социальные проблемы какие-то в жизни, хотя, конечно, они могут в интернете это все найти, но лучше всего, чтобы они свои собственные предложили социальные задачи, и почему в очереди, какая она должна быть приоритетна или нет, вы можете поговорить. И еще привести примеры на использование стеков. Не самый простой вопрос, но потому он здесь и третий является. Так, здесь предложены полезные ссылки, то есть, где вообще можно эту информацию найти. Очень полезной является седьмая книжка по номеру 7, и ее можно в интернете в свободном доступе отыскать. И очень много программ, которые вы будете использовать в своей практике, возможно, отсюда вы возьмете. Спасибо за внимание, удачи вам в работе с вашими учащимися. Субтитры создавал DimaTorzok